Сегодня мы беседуем с заместителем директора Ставропольского Краевого Казачьего Центра Александром Куликовым. Говорим о развитии казачества и конкретно о Краевом Казачьем Центре. Александр Николаевич, ну расскажите нам, пожалуйста, подробнее ещё про казачье общество. Очень интересно послушать, чем наполнена жизнь, что происходит внутри. Вы знаете, как очень, наверное, у нас в последнее время много говорят о казачестве, да, и публикации, и статьи на телевидении разные всегда. Есть положительные, есть негативные, как в любом везде, наверное, присутствует и человеческий фактор какой-то, да. Но если говорить вот в целом о казачьих, о казачьих обществах, о делах казачьих, членов этих казачьих обществ, да. Вот мы поговорили о деньгах, о окружной казачьей дружине, где работают на постоянной основе. Но я бы хотел сказать, что у нас ещё у казачьих обществ 113 добровольных казачьих дружин из числа казаков. У них находится 1425 человек. Вот эти люди бесплатно, безвозмездно выходят на патрулирование своих улиц, да, в то время, когда они могли бы там находиться со своими семьями, заниматься любимым занятием или чем-нибудь ещё. Они выходят, они обеспечивают безопасность, они сотрудничают с органами внутренних дел, они работают, сотрудничают там с Министерством природных ресурсов, охраняют заказники, заповедники наши, да. Они несут эту патрульную службу и не получают за это ничего. То есть практически содержатся или за счёт казачьих обществ, или за счёт собственных там средств, да. Вот знаете, как интересно, если вот посчитать, перевести это в денежное выражение, та же окружная дружина, да, там казаки, которые получают, и по их нормативам рассчитать, то если бы платили этим добровольным дружинам, то бюджету бы это обошлось в 420 миллионов примерно. А казаки, как я уже говорил, 69 молодёжных клубов содержат. И содержание по-разному, да, это и аренда помещений, это покупка оборудования, это и выезды на различные соревнования и мероприятия, это и оплата инструкторам, тренерам, да, и это тоже огромная сумма, которая выливается. Казаки помогают классам казачьей направленности, которые работают у нас в общеобразовательных школах, и таких классов у нас 252 класса. Казаки помогают приходам русской православной церкви, об этом тоже можно много говорить, потому что и помогают в строительстве храма, и в ремонте, и в проведении различных мероприятий. То есть это добровольно всё происходит? Это всё добровольно, это за счёт своих средств, которые казаки сами зарабатывают, или за счёт своих пожертвований каких-то определённых. И проводят мероприятия, сами организуют и проводят, и я уже говорил, и не хочу повторяться, что их разное количество. И каждое мероприятие требует затрат, начиная от призов, судейства, медицинской помощи, аренды помещений, аппаратуры. И если это всё перевести в деньги, можно по-разному считать, но казачьи общества, они где-то затрачивают на всю эту свою деятельность порядка 1 миллиарда рублей у нас в Ставропольском крае. Я уже не говорю о том, что это же работа с детьми, это работа с молодёжью, это воспитание. Это зачастую казаки берут и занимаются с трудными подростками, от которых где-то отказались уже, которые уже на них сказали, что мы не можем там справиться, условно школа или ещё кто-то. То есть и казаки берут и занимаются этой деятельностью. Помимо и эту деятельность, ну её, наверное, вообще нельзя перевести в какой-то денежный формат, как-то измерить. Поэтому сказать, знаете, как можно сказать, что казачье общество, они приносят пользу, играют какую-то определённую, значимую роль в жизни, в общественной жизни нашего Ставропольского края. Конечно. Можно там, не ущемляя никого, но не знаю таких общественных организаций, которые так вкладывают и так проводят такую работу. И всё-таки ещё на таком большом энтузиазме, да, действительно это? Зачастую, зачастую, да. В основном строится это всё на энтузиазме. Зачастую люди приходят, это, конечно, фанаты своего, да, это приходят люди убеждённые. Вот там они, это православная вера, это любовь к отечеству, это патриотизм. Вот скажите, это наследие или может любой человек вдруг в себе вот это вот, да, найти? Не обязательно, что у него семья была такая, казаков? Или это вот одно из главных? Нет, это не одно из главных. Да, важно сохранять традиции, важно сохранять корни, важно помнить об этом, да. Но казачье общество открыто для всех, кто разделяет убеждения, разделяет взгляды, готов приносить помощь, готов работать, да, там вместе, сообща, потому что казачье общество – это всё-таки община, большая община, где делается всё сообща. И здесь, в принципе, любой желающий, любой человек, он может, разделяя эти убеждения, он может вступить в казачье общество, но он должен пройти испытательный срок обязательно по уставу. Он должен принять присягу, где он присягает о своей вере, о своих, то, что он будет выполнять все традиции, все будут выполнять устав, да, и будет уже как бы вести дальше дело казачества. А можете нам описать вот просто хотя бы как-то тезис на именно вот портрет, типичный портрет типичного, так сказать, казака? Что это? Это у него семья обязательно или нет? Может быть, вот ему сколько-то определённое количество лет и так далее? Вот очень интересно. Чем всё-таки они отличаются от других людей? Это сложно, это сложно сказать, потому что вот семья, да, ну у нас есть хорошее мероприятие в семье казачьей Русь-Воспета, фестиваль казачьих семей, да, потому что для казака были очень важны семейные ценности, очень важны были традиции, очень важны были именно воспитания через семью, это очень было важно. Но мы понимаем, что мы живём всё равно как в современном обществе, сегодня у каждого там своя жизнь, свои взгляды. Самое главное, это, конечно, православная вера. Вот мы говорим, казак без веры не казак, да, и у нас во всех уставах мы добились, чтобы у нас обязательно было, что это было православное вероисповедание. В каждом обществе есть свой духовный наставник, закреплённый Русской Православной Церковью нашей епархии, да, который направляет, ведёт общество вместе, они сотрудничают вместе, проводят все дела, все мероприятия. На каждом мероприятии казачьим обязательно присутствует священника. Каждое мероприятие обязательно освящается, да. Сказать, какой он сегодня казак, вот современный, да, скорее всего, это, я говорю, православный человек, это патриот. Это патриот своей Родины. Это человек, который любит, любит место, где он родился, свою землю, и старается сделать, чтобы было немножко лучше, да. Лучше казачьему обществу, а, соответственно, лучше там и населённому пункту он проживает, и лучше уже непосредственно всей нашей стране. Вот поэтому, мне кажется, современный казак, и это очень важно, современный казак, он должен быть патриотом. Спасибо. Скажите, пожалуйста, планы ваши вот на будущий год, может быть, вообще на ближайшее будущее, как вы смотрите вперёд? Ещё больше сделать патриотом. Планы, мы опять-таки работаем, да, вот та стратегия, которую определил для нас президент, это стратегия до 30-го года. Ну расскажи, это какая-то программа отдельная? Это то, каким мы видим казачество, да, казачество, чтобы оно действительно приносило помощь обществу, чтобы оно было востребовано, да, казаки. Казаки, чтобы, и вот то, что мы всё выше перечисляли, да, это и служба в армии, да. Вот сейчас мы очень подошли к острой теме, это мобилизационный резерв. Запись казаков, мобилизационный резерв. Опять-таки, повторяю, что такое мобилизационный резерв? Это те люди, которые готовы встать в любой момент на защиту своей Родины и дополнить наши вооружённые воинские части, воинские соединения наши, да, там. И мы хотим, чтобы казаки были готовы к этому, да, это и важное направление. Важное направление, опять-таки, сохранение своих традиций. Важное направление, сохранение своей культуры. И говоря об этом, очень важное направление – это воспитание молодёжи. Чтобы наша молодёжь наросла патриотами, чтобы наша молодёжь так же, как вот сегодняшние казаки, любили Родину, как их дедушки-бабушки, как их предки, которые в любой момент вставали на защиту, да. А если хотелось бы, чтобы это не потребовалось, просто работали и приносили пользу. Спасибо. А скажите, а казаки служат отдельно или нет? Нет. Или вливаются в репида? Нет, нет, не служат отдельно. Также вливаются воинские дочасти, воинские формирования и соединения. Ну, у нас здесь, в Ставропольском крае, или в Ставрополе, есть 247-й казачий десантный полк. То есть он отдельный казачий десантный? Да, называется казачий, и, в принципе, казаки могут туда попасть служить. Но надо сказать, что казаки служат у нас по всей России. И кто куда попадет, и кто что выберет, да, насколько это можно говорить сегодня. А еще раз вот о сотрудничестве, о совместных фестивалях. Может быть, за этот год какие-то перечислите, куда вы выезжали в командировки? Что было интересного? Какой-то обмен опытом с другими группами? Ну, вы знаете, я скажу, опять-таки, что этот год тяжелый, прошлый год тяжелый. И очень мало было таких выездов, да, и крупных таких. А есть уже какие-то традиции определенные. Казаки нашего округа, они, во-первых, выезжали в Крым. И очень хорошее сотрудничество, начиная с Крымской весны, да, и где казаки участвовали в обеспечении безопасности на референдуме. Казаки выезжают по другим регионам, да, казаки ведут поисковую работу, выезжают в другие регионы на поиски и восстановление останков наших погибших земляков, казаков и не только, а вот ставропольцев, которые погибли в Великую Отечественную войну и до сих пор не захоронены, да, и здесь казаки тоже большую работу ведут. Практически вот какие фестивали, их там, их все не перечислишь, их там сотни. Да, это больше развлекательная направленность или может быть какая-то образовательная? Не обязательно, это и образовательная. Казаки у нас каждый год выезжают на рождественские чтения в Москву, да, под эгидой епархии нашей вместе с нашим владыкой. Казаки участвуют в таких обучающих семинарах, да, у казаки участвуют в различных конференциях, у казаки участвуют в соревнованиях, это обязательно, потому что это уже как бы соревновательный дух, он, наоборот, укрепляет, он где-то поддержит, он направляет, это всегда интересно. И казаки участвуют и в фестивалях, и в праздниках, и просто нас часто приглашают, обмениваются казаки между собой просто на различные праздники, на различные просто какое-то событийное мероприятия, и приезжают, пожалуйста, там, и приглашают, и приезжают со своими ансамблями, со своими ремесленниками, со своими, там, какой-то продукцией, сувенирной, и там тоже представляют Ставропольский край. Александр Николаевич, все-таки можно сказать, что с появлением и развитием казачества преступность нашего края все-таки упала или сходит на нет? Ну, боятся казаков, в общем, преступники? Вот, знаете, преступность исходит, она упала, да, это же как бы разные, по-разному можно говорить, да, но, по крайней мере, казачьи дружины проводят очень большую работу и по профилактике правонарушений, и по предотвращению, и по выявлению. И я думаю, это огромная помощь сейчас полиции, органам внутренних дел, и я думаю, если правительство Ставропольского края каждый год выделяет деньги, причем увеличивает эту сумму, значит, наша работа оценивается положительно, и считают, что такая дружина, окружная казачья, она должна, должна быть. Большое спасибо вам, Александр Николаевич, что пришли и рассказали нам так подробно о вашей деятельности. Мы желаем вам дальнейшего развития, процветания, всего доброго. Спасибо. Сегодня мы беседовали с заместителем директора Ставропольского краевого казачьего центра Александром Куликовым. Берегите себя и оставайтесь на своем.